Одним из важнейших направлений работы профсоюзов Лукоила является охрана труда. Причем это касается не только уполномоченных, но и технической инспекции. Для профобъединения относительно новое направление. Несколько лет назад ее создание инициировал председатель Совета Международной Ассоциации профсоюзных организаций Георгий Кирадиев. Причем речь идет не только о мощностях предприятий группы компаний Лукоил, но и подрядных организаций. Об этом говорилось на одной встрече в начале 2019 года. Тогда Георгий Кирадиев отметил, вопросы охраны труда нельзя откладывать в долгий ящик. И в помощь к профильным отделам, чьи обязанности входит безопасность на предприятиях, нужны общественники, уполномоченные по охране труда. С людьми надо работать. Работать надо как представителям работодателей, так и нам, поскольку это основная сфера нашей деятельности, я уже сказал, одна из основных. Поэтому вопрос очень серьезный. На территорию общества Лукоил Западный Сибирь трудятся пять технических инспекторов. Штаты уполномоченных по охране труда намного шире. У них разные производственные объекты, но одна задача на всех – предупредить, остановить, уберечь. Уполномоченных мы ориентированы на то, что не надо ориентироваться на вал замечаний. Да, количество проверок должно быть большое, но вал замечаний нужна эффективность. Именно на это и направлены такие семинары – научить друг друга. В основу этих встреч заложен обмен опытом. Например, другого такого случая тому же оператору по добыче нефтегаза пообщаться с машинистом технологических насосов может и не предоставиться. Также на семинаре собравшимся рассказали о новой законодательной практике в области охраны труда и в очередной раз напомнили, как именно оказывать медицинскую помощь пострадавшему на производстве. И те основные требования, которые необходимо довести, я думаю, будет логично довести именно на таком при общении именно с работниками первичного звена, с профсоюзными руководителями, с профсоюзными деятелями. Почему и Георгий Михайлович Кирадиев, он не зря, перед выездом на это мероприятие, он у нас четко поставил задачу именно передачи опыта. Эти семинары уже включены в перспективный план Международной ассоциации профсоюзных организаций Паулу Койл на 2020 год. В дальнейшем такая практика станет ежегодной. Денис Хисматулин, Михаил Суханов и Николай Горкуша. Специально для новостей.